Расскажите, как вас зовут и вы вот что вчера делали на площади Ленина? Меня зовут Евгений, я техник, выставлял звук на площади Ленина и, собственно, участвовал, получается, так невольно в том, что вчера происходило. В митинге, который за единство Украины, да? Да, да. Понятно. А расскажите, вот как развивались события, то есть вот эти люди, которые напали, они появились сразу или потом, под конец митинга, то есть как это было? Ну, сразу во время митинга там летели у нас и яйца, краска, стекла, камни даже, там рядом со мной два камня валялось, взрыв-пакеты летели, которые, ну, светошумовые фактически, но все равно это очень неприятно, потому что там были маленькие дети, там, ну, в общем, конечно, мирный митинг, пришли люди на мирный митинг, а получили вот такой ответ, это ненормально, я считаю. А вот когда нападавшие пришли совсем вот к таким жестким действиям, когда стали уже избивать, резать? Когда услышали, что мирный митинг подходит к концу, всем спасибо, все можете расходиться, мы начали сворачивать аппаратуру, я начал скручивать шнуры и увидел, что, ну, я не знаю, то ли она прорвалась, там, эта толпа, то ли... Ну, честно, вот, тот митинг, который был до этого, вот, где-то неделю ориентировочно назад, может, там, чуть больше, не помню, тогда тоже выставляли мою аппаратуру, и тогда было милиции в три раза больше, а сейчас была ситуация, и знали в городе, что будет ситуация жестче, а милиции было в три раза меньше. То есть милиция пропустила этих людей, которые напали на митинг? Да, по сути, да. Понятно. А потом, когда вот началась уже жесткая драка, милиция кого-нибудь забирала вот из этих нападающих? Нет, она ходила и говорила, ну, ребята, ну не бейте так сильно, и так далее, и тому подобное. То есть милиция в это время, ну, практически бездействовала. Я не знаю, где были ребята, которые вначале стояли в оцеплении, но ребята в головных уборах именно милиции, а не в касках, они вот реально ходили, что-то там шептали по рации и ничего толком не делали. То есть, когда началась драка, вы попытались спастись в автобусе, да, в милицейском? Да, я схватил ноутбук, хотя, ну, то, что первое попалось из моего, и попытался укрыться за стеной из ультрасов, которые, собственно, предчувствуя, что такое будет, там же на месте и организовались хоть какую-то защиту, потому что, ну, защиты действительно, ну, практически не было. Понятно. И потом вы пытались спастись в автобусе, да, то есть в милицейском? Да, я услышал звук, что надо попасть в автобус, автобус при этом не открывали милиционеры. Я помню, что там есть сзади кнопка экстренного открытия дверей, то есть я на неё нажал, втроём мы залезли. В это время милиционер, который сидел на месте водителя, сразу закрыл дверь за нами и сказал, что никого не пускаете, потому что мне разобьют автобус. Я говорю, там сейчас людей будут убивать, а вы тут за автобус переживаете. И он говорит, мне всё равно, мне моя техника дорога. Вот, то есть, ну, такое отношение было, ну, действительно, ощущение того, что нас полностью кинули. Но потом люди всё-таки попали в этот автобус? В тот, да, мы кричали там друг на друга, водитель и мы на него, вот. В итоге ребята какие-то всё-таки открыли эту дверь, попали внутрь, забились туда вообще как селёдки фактически, потому что, ну, хоть как-то укрыться, потому что, ну, их было в разы больше. Вот. Милиция, которые там, ребята в касках и так далее, их не было вообще абсолютно. То есть, я не знаю, где они там были, что они делали. Они подошли, ну, больше 10 минут прошло точно после того, как они подошли и начали делать отцепление автобуса. Это я сегодня даже утром на видео пересматривал и убедился, что так и было. Потому что я сидел и думал, где, вот, собственно, тех, кто должны нас защищать, где они были в этот момент. А вот вы укрылись, то есть, если бы вы не попали в автобус, могло бы быть всё серьёзнее, да? Я думаю, что жертв было бы на порядок больше, честно. Потому что за 13 минут, которые там происходило, это всё, ну, это я потом на видео посчитал, что это там 13 минут, это всё было. Ну, вы можете представить, что, допустим, около 10 минут мы находились в автобусе, и за 3 минуты, вот, как минимум, ну, вообще, очень жёстко, короче говоря, всё произошло. Если бы мы все остались на улице, ну, я уверен, что жертв было бы на порядок больше. Ну, а есть какие-то вот соображения, кто это мог быть? Вот эти люди, то есть, это были дончане или россияне, вот, ну, как ты считаешь? Честно, тут момент такой, я не готов утверждать, что там это были русские или это были там местные и так далее. Я родился в Донецке, я вырос здесь, я знал часть ребят, которые были на площади, которые пришли на мирную демонстрацию. И вот такой ответ, когда потом русские СМИ рассказывают, что тут мы бандеровцы и понаехали, ну, это вообще что-то несуразное просто. Ну, это понятно. То есть, ну, вот ты считаешь по ощущениям, что милиция как-то содействовала этим нападающим? Да, действительно, такое ощущение было. И такое ощущение было до самого конца, когда меня туда вывел какой-то милиционер, говорит, один капюшон. Ну, когда уже там всех побили жестко, вот, а я остался внутри, потому что, ну, у меня в руках ноутбук. Вот. Он говорит, одень капюшон, я тебя выведу. И он ввел меня и говорит, только ничего не говори, ничего не говори. В общем, в это время видел там рядом, стоит милиция и смотрит на то, как избивают три человека одного парня и так далее. Причем стоит три человека милиционера. То есть, и даже если каждый из них подошел бы, оттянул бы и сказал, ребята, прекратите и так далее, потому что, ну, он уже лежал практически без чувств. Вот. То, ну, хоть как-то это бы снизило эти травмы, которые там люди получили и так далее. Это, конечно, очень жестко было. Вот. Еще, ну, скажем так, вообще есть, это мое личное предположение, вчера увидел такое интересное видео от Лукьянченко, вот, который, как бы, сказал, что там, я ничего там не хочу, там, против него сказать и так далее. Я просто констатирую факт, что это произошло вчера там или в три или в четыре вечера, то есть перед митингом, когда была и одна сторона собравшаяся, и другая сторона собравшаяся. Он сказал, что мы признаем Россию как стратегический партнер, мы за референдум и так далее и тому подобное. Он же, фактически, я сегодня думал, мог повлиять на ситуацию о количестве защиты. То есть, потому что, я же говорю, в тот раз защиты была в три раза больше, но это численный перевес очень большой. Вот. Потом, ну, кроме этого, конечно, все очень-очень жестко разворачивалось. Я вообще никогда не думал, что в моем родном тихом породе может такое быть.